Было проверено возле князя Владимира также место, где раньше проводили данные купания. Всего 16 сантиметров и было принято решение в связи с тем, что не отвечает районной безопасности, там в этом году мероприятия не проводить. Санкционированные купели будут оборудованы поручнями и сходнями. У них будут дежурить спасатели. Там установят палатки, где можно переодеться и согреться. Обещают организовать и горячий чай. Окунуться в прорыв можно не только в крещенскую ночь, а в течение всей следующей недели. Вполне возможно найти на наступающей неделе период времени или суток, когда можно этот обряд совершить. Вот что хотелось бы, чтобы не было такого наплыва именно в 12 ночи с 18 на 19. Пермяков вообще просит адекватно подходить к этому празднику, не переоценивать возможности своего организма. Человек, скажу так, в некоторой степени объединения полез в прорубь. Плохо стало ему. Плохо стало. Там, видимо, были какие-то сердечно-сосудистые заболевания. Вот у него стало плохо. Пришлось оказывать первую помощь и вывозить его на скорую помощь. Это не ярмарка, это не масленица, не народное гуляние. Это все-таки религиозный праздник. И, соответственно, к нему надо с таким же уважением относиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!